Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня снова о себе на проекте Амазин Хулиплей. Сегодня будет очень необычное и важное видео, поэтому советую всем посмотреть его от начала до конца, потому что видос, пацаны, просто пушка. Я узнал очень интересные новости, а именно то, что скоро, через 2 месяца, примерно будет слет всех бизнесов на проекте. Как бы у меня есть подтверждение этому, это вырезка со стрима, который был сегодня на канале Федя Чу. Этот стрим даже сейчас идет, я просто решил сразу видос записать, чтобы вам это все рассказать. Я думаю, ни для кого не секрет, уже кто-то об этом знает, в принципе, кто-то не знает, но я решил об этом записать для себя на свой канал, отдельное видео, и показать и рассказать это все вам. Поэтому поставьте лайк, и также можете еще подписаться на канал. Ну и, конечно же, не забывайте введите промокод, пишите мм, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера, и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За него получите 150 тысяч, поэтому вводите, получайте денежку. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Давайте сначала парим о том, для чего вообще нужен, как бы, слет бизнесов и в целом имущество. Допустим, есть бизнес, допустим, это будет у нас нотариус города Южного, в котором очень хорошая финка, это считается самый прибыльный бизнес. И этот бизнес ни за какие деньги не хотят продавать, даже за 2 миллиарда. То есть, людям невыгодно его продавать, потому что там очень хорошая финка, и эти 2 миллиарда можно заработать за год, грубо говоря. Именно поэтому этот бизнес берут и просто держат годами, и не дают возможности купить его другим игрокам. Именно для этого делают глобальные слеты бизнесов и домов, чтобы люди, у которых недостаточно много денег, у которых там нету миллионов, чтобы купить себе очень хороший бизнес, для них делают такие слеты, чтобы они могли ставить бизнес по ГОСу. И, соответственно, почувствовать этот вкус просто, это волшебство того, когда ты держишь прибыльный бизнес и зарабатываешь день там от миллиона и выше. Именно для этого делают глобальные слеты. Недавно, получается, делали глобальный слет, а именно на глобальное обновление. Я думаю, вы все это прекрасно помните. И после этого тоже делали слет, но делали слет не глобальный, а слет имущества людей, которые мало играют. Вот, допустим, человек там отыграл за неделю 5 часов, то есть разработчики и руководители не видят смысла в этом человеке, что он заходит чисто бабки, снимает с бизнеса и выходит. Он не дает возможности другим игрокам заработать. И, соответственно, именно для этого они делают эти слеты, чтобы другие игроки могли себе позволить купить хотя бы какой-то бизнес. Потому что сейчас бизнес стоит минимум 100 миллионов, это минимум. На 01 серваке бизнес стоит минимум 100 миллионов. И то это самый плохой, просто самый ужасный, в котором нету даже финки. Вот, допустим, у меня есть тоже бизнес, а это именно магазин оружия в городе Арзамас. Я его купил по очень вкусной цене, как бы. Я, честно, не боюсь то, что у меня этот бизнес заберут, потому что мне на него, честно говоря, немножко все равно. Я чисто его держу для того, чтобы я знал, у меня есть бизнес. Да, он несет в неделю там 2 миллиона максимум. Но все равно, извините меня, это тоже деньги. И, допустим, я там уехал в деревню отдохнуть на недельку, я приезжаю, у меня лежит 2 миллиона. То есть, я ничего не делал, но деньги заработал. Как бы, хорошо, хорошо. Я не боюсь потерять свой бизнес, потому что, как бы, он мне достался не очень дорого. И у моего бизнеса ГОСК 45 миллионов. Если даже будут делать глобальный слет бизнесов, то мне вернут Х2 от ГОСКи. То есть, мне вернут 90 миллионов. Поэтому, я по этому поводу не особо переживаю. Но те, кто сейчас держит бизнесы, допустим, там СТО, АЗС и так далее, конечно, для них это плохо. Особенно плохо для тех, кто только недавно купил бизнес и еще толком всего ничего не заработал. А те старички, которые держат бизнесы уже больше года, я думаю, для них ничего страшного, если они потеряют этот бизнес. Потому что заход они этот бизнес окупили в 10 раз. Именно поэтому, я не против того, что будет слет бизнесов. Я вам высказал, в принципе, свое мнение по этому поводу. Я считаю, что глобальный слет, как бы, это нормально. Глобальный слет, возможно, делать не нужно полностью. То есть, все бизнесы, возможно, не нужно, как бы, забирать у игроков. Потому что они все-таки их покупали. То есть, как понять, кто на них заработал. То есть, допустим, пацан купил этот бизнес на глобальном слете по ГОСу. Подержал его год и продал его там за 700 миллионов. И тут, через месяц, этот бизнес слетает, и пацану всего лишь возвращают деньги за ГОСу. В этом плане, да, это очень плохо, я считаю. А в плане того, если пацан совершил этот бизнес, держит уже его год, забирайте, мне кажется, без проблем. Потому что он на нем очень хорошо заработал. И в любом случае, он потом сможет этот бизнес обратно выкупить за деньги, которые он заработал с этого бизнеса. Логично, логично. Ну, а теперь я вам предлагаю посмотреть отрывок со стрима. Он будет идти примерно 5 минут. Ну, там все рассказано, поэтому слушайте внимательно и запоминайте. А, Волк, будет ли слет бизнесов? Если будет, то когда? Ой, не-не-не, ребят. Я сказал в прошлый раз, пообещал на срок, но не получилось. Я такого прихалывал потом. А что, кстати, а почему бы не сделать в ближайшем времени? Потому что это конь, сколько времени нужно под это, понимаешь? Прям доху еще? Прям, да. Поэтому пускай кто хочет, у кого есть с командой огромное желание, пускай и занимается. Мне пока не дают. У меня есть. Ну, ты мне проинформируй, как там что нужно делать. Собираешь онлайн все, чувак, на сервере, тех, кто с бизнесом. Потом объявляешь, что через две недели еще раз проверишь, через две недели опять еще раз проверяешь. Ну и делаешь слетку. Да, слушай, я просто на отложку... А, ладно, пофиг, не буду про это тут лишний раз говорить. Ну, мне... Да это изи, чувак, тебе объясню потом, как ты можешь делать. Ладно, насрать. Вот. Ну, всегда можно сказать, если что, передайте корешам и так далее. Это их проблемы, если они там не будут активить. А что надо проверять, сколько они заактивили за две недели? Ну, как делался слет? Типа, я замерял онлайн и никому об этом не говорил. То есть, я нигде не писал, нигде не оповещал. Я посмотрел, кто активит, кто нет. Потом я, типа, говорю, что... Там, допустим, через неделю пишу, что... Будет слет, такого-то часа буду проверять онлайн еще... Ну, типа, не говорю, что еще раз, но это вторая проверка. И уже от нее я конкретно отталкиваюсь. Я смотрю, у кого онлайн изменился. А у кого он не изменился. И онлайн, типа, я оставил совсем небольшой, там, буквально. Пять часов за две недели, что-то такое, или семь часов. А, фига, даже так. Блин, слушай, это вообще такой лояльный слет, на самом деле. Вот, да, да, да. Но при этом слетра достаточно. Я бы сделал тогда глобальный слет. Прям, знаешь, типа, если ты за неделю, там, не знаю, не отыграл 24 часа. Не за две недели, за неделю. Типа, чувак, тебе не нужно это, ты просто фармишь деньги, и ими не пользуешься. Иди-ка ты, пожалуйста, отсюда. Типа, вот так. Потому что, ну, это лютейшая какая-то хуйня. То, что, чуваки, за две недели, пять часов всего. Боже, фига, ты вообще, конечно, реально травоядный. Там, блин, не, я бы вообще реально не жалел никого в этой теме. Надеюсь, на меня никто не обидится, конечно, за это. Но я бы реально... О, тебя сейчас сожгут. Да похуй, да нет, типа, ваши проблемы, типа, чуваки. Вы не играете на сервере, фармите деньги, которые могут другие чуваки фармить, которые играют на сервере. Ну, блядь, я все-таки им бы отдал это все дело. Хотя тогда тоже могут на слете чуваки прийти неактивные. Хотя хуй знает тоже, что добавочные потом. Причем на слет онлайн повышался достаточно нифигово. Да, да. Так это замеряли. Да, я помню, актив какой был, то, что я заходил на сервер. Мне говорили, телепортируйся к тому бизнесу, там, и туда, и сюда. Мне постоянно дергали. Вот. И насчет слетов домов. Там тоже дома, по-моему, слетали в этот же день? Ёбаный в рот. Да нет, чувак, я считаю, что надо повторить. И прям глобально сделать, а не вот такое. Так надо, я что, против, что ли? Надо тогда подумать, как легче это все, ну, облегчить задачу, типа, нам. Чтобы мы легко это могли все прочекать. Потому что вручную это все делать, ну, не знаю. Может, например, у нас от Рома как-то сидит как-то. В теории можно через базу собрать. Какие-то с запросами делаются за две минуты. Ну, вот я просто тоже. Просто я не сильно афилирую запросами, я в этом не силён. Ну, надо просто сказать, какие там запросы нужны. Вот. И всё, ебать. Ну, тогда, окей, тогда после стрима можно подумать насчет этого. Или там через два месяца. Показал вопрос, что я тогда ещё, те, кто больно наглые были, они писали жалобы. Я им кидал в качестве доказательств реально скриншот. Ааа. С скриншот с таймом, со всей пердой. Говорю, вот ваш аккаунт, ваш вот онлайн. Как бы. Мы предупреждали в группе. Ну, что ж, вот вы посмотрели отрывок со стрима. Я думаю, все всё поняли, в принципе, то, что глобальный слёт, скорее всего, 100% будет. Рано или поздно. Возможно, через месяц, возможно, через два месяца, возможно, через полгода. Но, в любом случае, рано или поздно слёт будет. И я считаю, он нужен. Потому что, реально, есть игроки, которые просто заходят буквально на 10 минут, снимают бабки из бизнеса и оплачивают. Всё. Больше они ничего не делают. Если, допустим, у вас нет времени играть и заниматься бизнесом, то просто вы продаете и пусть у вас лежат деньги. И всё. И потом, когда уже у вас будет время, вы просто берёте и покупаете такой же бизнес, прибыльный, как вы продали. И всё, пацаны. Всё довольно-таки просто, элементарно. Вы скажете, да вот, у тебя, типа, бизнес, как бы, недорогой, поэтому ты не особо возмущаешься. Да, я бы и тоже не возмущался. У меня в глобальном слёте забрали СТО, понимаете, в городе Арзамас. То есть, я его продал. Да, я его продал, не спорю. Я успел его продать, и я не ушёл в очень большой минус. Мой вам просто совет, думайте сами головой. Хотите, держите дальше бизнес. Хотите, продавайте. В любом случае, пока не будет слёд, вы сможете заработать с этого бизнеса деньги, особенно, если он очень прибыльный. То есть, я не уверен на 100% то, что слёд будет в ближайшее время. Вы сами видели всё на отрывке со стрима. То есть, точной информации нету, конечно. Я это тоже понимаю, и вы это понимаете. Но, в любом случае, рано или поздно будет слёт бизнесов, и вы будьте к этому готовы. Я, как бы, готов. Мне терять нечего, потому что, даже если у меня этот бизнес заберут и вернут мне Х2 от ГОСКи, я не особо иду в минус. Поэтому, я, как бы, не переживаю в этом плане. Но, те, у кого есть СТО, АЗС, Нотариус, как бы, вы и так, я думаю, нормально бабок заработали. Особенно, те, кто долго держит эти бизнесы. И сможете потом всё равно купить этот бизнес обратно, либо купить просто другой бизнес, либо словить его по ГОСКу, как бы, и потом перепродать. И заработать ещё больше денег. То есть, в этом плане много плюсов, понимаете. Как и для того, кто держит бизнес, так и для того, кто, как бы, будет ловить бизнес. Те, кто продаёт бизнесы, могут словить его обратно. Допустим, Ватриал. Он продал СТО, и потом обратно на слёте словил этот бизнес. И продал. То есть, он заработал просто миллиард на ровном месте. И вы можете сделать так же самое. Поэтому отнеситесь к этому, знаете, как-то по-спокойному, с оптимизмом и просто ждите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.